Всем привет, меня зовут Илья, я ангажирован исключительно здравым смыслом и ты смотришь фото батл Во-первых, хочу вам представить наших участников Сегодня это у нас Алина, Тарас и моделью будет замечательная Ольга и я уверен, это будет замечательнейший творческий фото батл но сначала я хочу ставить три ремарки Во-первых, сегодня нас снимает Денис с канала Честный Оператор так что Денису огромное спасибо именно поэтому у нас отличная картинка с нескольких камер в том числе в 4К и поэтому по ссылочке в описании вы найдете канал Дениса обязательно на него подписывайтесь Второе, мы сильно заморочились, чтобы снять этот батл несколько участников, в том числе и я, приехали в другой город для того, чтобы его снять поэтому если тебе понравилось это видео обязательно поражми лайк и можешь написать комментарий и третий момент, если ты хочешь поддержать меня чтобы фото батлы выходили чаще то ссылочка тоже есть в описании все необходимые ссылки, как всегда, будут там так что давайте мы начнем Ребята, вы готовы? Да! Все, отлично! Пойдемте снимать! Пойдем снимать! Все, теперь переходим к участникам Поехали! Да Да, но я этот кадр оставлю Какие-то руки Что происходит? Что происходит? Привет! Я иногда здесь буду появляться, чтобы рассказывать вам, что происходит потому что этот батл, конкретно этот батл, получился не таким, как предыдущие батлы и это безусловно хорошо потому что мы планировали снимать условно 2-3 часа, как обычно но выяснилось, что только с момента, как вы увидели, что мы куда-то пошли прошло 6 часов а еще до этого, как мы приехали к Тарасу у него очень интересный дом мы начали снимать у Тараса и эти кадры тоже вошли в батл мы считаем это вполне нормальным потому что у нас царила прямо дружеская, творческая атмосфера и именно поэтому я делаю небольшой реверс чтобы вы могли посмотреть, как это все происходило сначала и потом оно пойдет своим чередом тем не менее, фотографии участников, которые вы в конце увидите они будут в том порядке, в котором задумали сами участники и это тоже будет интересно сравните, как это все выглядит потому что процесс создания каких-то новых работ и тем более процесс отбора и процесс структуризации его как именно показать это в серии он очень интересный поэтому смотрите дальше приятного аппетита на меня можно не обращать внимания? мне здесь нет причем прикол спрашиваю, Стивый а потом пустерин в фотошопе уберем, да? в общем пошла творческая движуха пока разминка и все будут отличные кадры оп, 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 и еще чуть-чуть наверх глазки, глазки, глазки спокойно разули, пожалуйста, еще что-то так было эффектно вообще я обычно остаюсь в стороне и не фотографирую но в этот раз было все настолько интересно что я сам достал камеру и стал фотографировать но мы все это делали и по-моему получилось занятно более того, у Тараса мы еще сняли целую серию вместе с Тарасом в этом фото баттле понятно, я их показывать не буду но ссылочки в инстаграме вы конечно сможете их посмотреть что-то там уже будет выложено ну у тебя контрастный настроен, прям ЧБ вот тут хорошо вот так вот по-уже чуть-чуть как будто бы ты мне отнимаешь вот здесь лучше чем я снимаю смотри покажи? на мыльницу на мыльницу, да, так и скажем с его раз, два дверь взяточки давай о, на подоконнике смотри можно поделить да, ЧБшку тебя, конечно, классно выглядит она выбрала маску, а не очки стой вставай, знаешь, где? у меня ремень тут пристегнута, боится, что ты боишься, что она убежит? ну если ты смеешься тебе надо поставить ровно сочетать все чуть-чуть вот сюда чуть-чуть сюда стой ну ребята нападаем во-во-во-во-во замри я дай мне пожалуйста чуть-чуть башечков ушел у тебя дома все нужно снять просто не выходя ну а теперь вернемся к тарасу и его рассказу про дерево ходят слухи что в это дерево однажды ударила молния она развалилась на несколько частей но такое живописное пойдем а это не показал что это илья там ушел от нас будут пошли оля шикардос да смотри на это ну конечно карапиву нужно это выдернуть обычное место но самый главный вопрос на какой диафрагме ты будешь снимать ну скорее всего я буду на самые максимально открытые диафрагмы снимать как и всегда собственно зачем еще нужно открытые диафрагмы и объективы с открытой дыркой мне кажется это надо что использовать вот для сначала убираем все лишнее затец ки гусь например нам не подойдет крапива как же сложно да вот а теперь нам нужно понять какая рабочая сторона у этого дерева и мне кажется что опять же куча мусора оля ты где я хочу снять в принципе уже да да тут срут все кому не поэтому логично вот не ну прям вот непосредственно тут вот говна нет вот сначала снимем такой рандомный кадр как она типа стоит между между вот этими вот собственно сама вставила стала вот так вот а я здесь просто кнопка жим вот я здесь очень ничего не решаю вот просто нею так вот а он объектив у тебя мануальные мы правильно понимаем ты мешаешь да все я отхожу . да я последнее время что-то люблю вот это всю мануальщину мне кажется даже стоит чуть-чуть прикрыть диафрагму потому что все вокруг красиво и нам особо размытия не нужно так чисто обозначить это прекрасно слушай а теперь то что я хотел я хотел знаешь как сделать типа ты выглядываешь из-за дерева нет смысла показываю на себе вот я я это ты вот ты я бы я тут и никого не надо нам такая выглядываешь отсюда вот а задняя часть у тебя будет ну и потом ну как бы сделаем двойную экспозицию вот и папа будет отсюда и будет непонятно то есть посреди ничего нет она как вот такая супер длинная вот и вот такого план кадр раз ты вроде не из петербурга я там был и кое чему у вас научился просто да это какая-то питерская тема да 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 ой там говно какой-то типа не я не про кстати возможно тарас кажется вам знакомым и это не мудрено потому что тарас есть собственный youtube канал где он харизматичный и интересно рассказывает про фототехнику рассказывает про творчество в общем интересный канал рекомендую вам подписаться ссылка конечно же будет в описании про такое говно так оль я в принципе готов да ты правильно все понимал так сейчас тут по загадочнее там как-нибудь да да клёво а пальцы пальцы хочу видеть руку вторую до вторую не 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 там не надо с одной стороны да я это глупо до этого был клёво да 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 а вторую вторую вот над головой которую тина не надо там держаться там никого нет хотя там снимет ты там стой да а вот над головой да только поближе ко мне пальцы даже свои видео да 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 класс слишком вылезу из-за дерева да 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 вот так как уйди отсюда ушло да есть а теперь вставай пожалуйста по центру вот как было у тараса в начале я стык же кадр чего я вот так вот и стой отлично тараса расскажи как ты помогаешь модели принять необходимые позы ну я можно и кадр сделать да конечно понимаешь она когда ты ты вдохновляешься от модели яков впервые у меня было достаточно увидеть одной фотографии воли которые скинули мне там да показали какая модель будет у меня сразу картинки в голове вот этот зашевелились да там это шестереночки заработали я там стал фантазировать у меня прям несколько кадров сложилось вот как это работает это само получается то есть ну плюс она реально даже говорить ничего не надо сама все делать я просто кнопку нажимаю у нас тарантиновские недели поэтому сегодня мы будем снимать многие все вместе так а сейчас вот мы еще все отойдем я на рико тоже сниму ноги только видно еще мою руку поэтому надо как-то отодвинуться вот так вот отлично все а получилось а кто здесь оператор все отлично пойдем закончив с деревом мы пошли дальше и тарас объяснил какую идею он вкладывают свои работы эти условные безликие родители как которых всегда вот фильмах показывают до таких таких строгих стрёмных вот этих вот это же это сделать я сделала девочки вот девочка будет она уже будет и и лицо проработанные эмоции вот родители они будут чисто такие вот фоновые и вот вопрос кто из вас может залезть на эту качалку смогу или а тогда ты да я смогу надо помогать я все это делаю во имя искусства я конечно же был в роли модели но залазить на всякие палки мне еще не приходилось я все принципе уже доставая я не не она еще это она она у нас всех выдержит так попробуем попробуем это снять сначала так или они болтай может вернуться вообще да 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 клёво так теперь или а может отдохнуть где там удобно да вот оль давай наверное ты лицом к свету вот он будет весь просто темный а ты будешь наоборот у тебя свет будет падать ты будешь сидеть как нибудь ну я хочу чтобы ноги типа такие болтались воздухе вот и ты сидишь такая типа изображаешь секс не знаю ну что то такое ну короче такое ну ты умеешь то есть суть в том что вообще какая у нас тема что родители не понимают вовремя когда их дети уже нифига не дети да вот а все еще относятся к ним как вот к детям и тут у нас акцент как раз на то что взрослые всратые вот они нихера не понимают детей вот а дети они вот прям вот годные такие понимаешь прям офигенные шикарные вот и вот эту зрелость но все еще в детском образе мы в принципе можем показать вот валит классно классно выходит вот нет слишком слишком романтично сидишь оль прям между ног эту херню сделать чтобы повыше ну вот так наверное уже нормально дачу беру тапочки даже ничего лишнего в кадре не должно быть так и оль и ты на меня посмотри повернись такая да назад откинь спину спину да а ноги свесь нет нет ни ноги свесь как ты до этого сидела просто без как бы да 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 вот сейчас классно оль вперед подайся вот так отлично какой-то love story немножко получается конечно но нормально от слезай можно спрыгнуть а вот эта трава кстати помогает от глистов это пижма никому не надо тут сейчас будет детская площадка немножко тут поснимаем пару кадров может один кадр сделать тарас мы здесь останавливаемся чуть подальше она уже начинает провоцировать но мы не поддаемся мы идем дальше мы не поддаемся на провокации так что тарас ведет нас различными интересными тропами здесь возникает вову вот интересные знаний в карусельки нам и нам надо на карусельку значит я бы хотел опять таки попросить обоих на этот раз родителей немножечко изобразить образить изобразить реальных родителей хорошо вот и оль да садись нам нужно садиться или стоять нет вам смотри сейчас объяснить что нужно делать так держи обнимает а фигню вот мишка обнимака значит вы будете с двух сторон стоять так и вот типа такие за ушки и и такие типа родители с двух сторон за же детей берут за уши он оказывает вот олья надежно я понял тогда я микрофон вот снимаю а чисто ваши руки будут только в кадре руки тогда я микрофон ставлю обратно здесь и подарки сниму микрофон вот я его сейчас ну конечно конечно вот я как бы надену 85 потому что тут надо как раз вот тут нужно чтобы ничего лишнего лишнего в кадр не попало кстати с ними лайфхак вот если у вас мануальная оптика то с переходником просто можно капнуть красочку вот чтобы вы быстро могли менять объективы вот не благодарите поэтому да 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 вот и такой центральный кадр как бы да вот сейчас свет очень классно падает как раз да вот вы готовы так оль оль ты на меня посмотри исподобие да типа классно супер вообще так ребят снимаем а можете нет ни не тянуть не тянуть а просто смотри что больше уха было видно вот просто вот уши не видно не вижу уши 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 покажите мне покажи уши есть есть готова снят а я думаю что можно еще как бы покрутиться на ней покружиться и снять размытый кадр только тут мне тут мне понадобится конечно ндшник отлично дешник подходит только на 35 ку при сбе я думаю что ты сейчас хочу разуметь напротив я мы вас вместе будем раскачивать а меня ее снять я хотел так снять а ты как хотел я опять лезу что со своей этой колокольня но по-моему это сам как вы знаете что она делает я просто играю остальные нет на каш читерство такую модель использовать просто самое натуральное так сейчас iso 50 попробуем из этой камеры я хочу 20 по идее должен у тебя человек будет резкий да он размыт да 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 суши я я сейчас гляну что получилось она клёвая да но она тоже размытые смотри он там тоже давай 1 2 поехали так да есть очень круто в общем модель у нас настолько клёвая что что бы она ни делала ее приходится снимать и в этом плане конечно модели огромнейший респект потому что она просто садится просто что-то делает и можно снимать алина уже к этому привыкла поэтому не уже есть четкие конкретные вещи я так понял заготовленные которые есть у тарасы его заготовки по моему просто все проваливают не то что проваливаются просто оля перетягивает столько креативной энергии и это очень круто я же сам столько наснимал так что папа тырил можно сказать пойдем посмотрим они там на горке еще пойдем что сейчас происходит сейчас секунду мы вот сейчас мы просто и импровизируем где вторая косичка тут расцвет красивый вот пользование тарас а вот что то что ты сейчас делаешь движение то чтобы с вами я хочу смазать вот эти штуки вот потому что чтобы мы слишком они толстые ее мало видно поэтому я немножечко снимаю вслепую потому что как бы ну в общем как правильно сказала алина тебе будет очень сложно потом выбирать поэтому давай мы сначала сделаем те штуки которые ты задумал хотя в принципе если есть бать моя пойдем от них смотри какая штука смотри какая хрень не подходи к ней она тепла конечно так это хороший лайфхак о глядя на нас люди стали сфоткаться оль смотри какая идея сам придумал вот берем вот это выносим на прикольный свет все верно и дальше мы вынимаем все игрушки тебя надо будет сюда лечь а сверху мы тебя зацепим над ушками да они будут свисать через бортик это значит будет скорее всего как ванна где ты у тебя спина будет руки и ноги если я так понимаю тарас продолжает развивать тему родительство и детство да внезапно пришел в голову сам себя не ожидал главное какие то вот такие вот паровозик есть вещи символичные понимаешь медузка вот это в этом плане просто творческий раз идет потерпи потерпи игрушки были на дожди с зеркалом а тебе зеркал можно в какой-то конкретной локации это рассказал что есть горячий дом и я думаю что я в основном там буду снимать и не таскать да у меня тоже тут все засвет пусть научить чуть-чуть чуть 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 и так сильно и подбородок ниже у меня глаза вверх вот так есть в один прекрасный момент ольга просто подошла к тарасу взяла его за руку и утащила его на следующую локацию и не я не оператор не смогли это увидеть и поэтому вот сейчас вы увидите снимок который сделан именно в этой локации потому что настолько все быстро происходит что даже иногда не успеваем я вот ожидал что это будет такой самый творческий батл у нас 2 и пока это вот прям полоса в этом бане я действительно считаю что у тебя алинести легкое преимущество поинта что ты потому что не бросаешься на теканут на все кадры такая четко знаю что я хочу сделать вот это все будет все офигенно вот как зеркалом точно надо хочется то что как бы есть модели вот бревна условное бревно да вот которым в принципе надо вот все постоянно говорить там вот это вот до задалбливает тебе рук так ногу так вот вот это все то есть и с такими моделями не интересно импровизировать а когда модель вот она живая вот она умеет позировать вот то с ней прям вот как раз то о чем ты говорил что чисто импровизация класс получается вот как раз соли импровизировать и свои какие-то идеи воплощать прям классно нам туда и а ты замечал вот что есть вот два кадра одно и то же да абсолютно и на одном есть пальцы но на другом нет но тебе нравится почему то вот если послушаешь интуицию не будешь вот там вспоминать правило что хорошо бы что были пальцы а чисто послушаешь свою интуицию то тебя почему-то иногда нравится кадр с обрезанными пальцами в едино что-то у тараса мало времени осталось стараться надо снять то что ему надо снять но вдруг иногда иногда каждая десятая фотография из нее можно что-то вытянут бывает вот прям хочется что-то поковырять какую-нибудь редкую фоточку поэтому в ров тоже полезно снимать там уже саша акимов говорит снимать в ров так что то конечно надо снимать в ров берем и прям туда и как а по вот к тому же у нас есть такая хова штука вот с байкалом придется расстаться так мод модель утаскивают в столбы давай спиной к этому сначала здесь потом на тропиночке мне кажется за эти просто цифры еще прикольный в тему большую профиль а я бы когда и ты как вот эта знаменитая тетка с фотоаппаратом который вот так ходил сидя на арбузе зовут да диана арбуза да вот ты смотришь такая типу она вивьен маер но не но неважно спинку поровнее и шаг вперед сделай чуть-чуть до на тени ремень да и но это прекрасно оль иди сюда здесь еще клевая вот это вот тропинка идет перспектива 1 у меня все-таки есть важный вопрос так вот ты говорил о некой репортажности да и в целом в этом есть смысл но вот ты используешь мануальный объектив который все равно быстро не позволит тебе например сфокусироваться как говорят некоторые люди когда я фокусируюсь я больше думаю о кадре а кто-то говорит какие-то люди логично так да теперь я хочу прям вот крупная снять потому что знаешь я всегда делаю первый кадр в расфокусе там где был фокус так я и делаю а и потом я уже кручу иногда вот этот самый расфокусный кадр потом оказывается самым крутым чисто случайно вот но тут я знаю постарь погнали же делает специально да ну кто-то умеет так делать а кто-то нет и то есть там в оформлении в рилсе идет именно такое то есть первый кадр не резкий специально смотри на меня еще есть так здесь сняли пойдем дальше у нас осталось два кадра работать с творческими людьми не только полезно но и интересно никогда не знаешь что произойдет я хочу на границе света и тени снять и на да ну просто сочи никто это не пнул куда-нибудь в реку тарас а вот вопрос у тебя сначала были кадры которые явно выстраиваются в серию ну то есть там отцы и дети или про ребенка сейчас я так понимаю это часть этой серии типа ребенок взрослеет и это просто вот кадры на импровизации но это больше ее съемка но скорее здесь стори теллинг как дополнение тут не все ради стори теллинга делает здесь делается в основном это ее съемка мы снимаем ей кадры клевые чуть поближе чуть чуть поближе ну вот господи как же ты читерство еще знаешь как стой подожди спиной ко мне вот руки на эти не дотянешься вот и на меня назад вы все идете туда вот и да я не хочу чтобы ты повернулась до назад у меня но руки до руки на эти повернись меня посмотри ну вот мы наконец-то дошли до той локации куда изначально тарас и нас вёл для того чтобы снять как мне кажется свой титульный кадр ну ставь сюда прям на эту штуку нет 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 на эту штуку не надо просто перед ней тапки твадцатка пожалуйста washed двадцатка да где там да можно ножки немножечко раз типа вот как у меня вот так бочком чуде как короче аниме такое но не так сейчас так тарас рассказываешь да я хочу снять будет двойная экспозиция она будет в сачке будет ее голова типа она поймала свою голову вот можешь опустить вот отлично вообще моя тень сейчас уберется к будет сюда ушу ушла их надо кушать все было голодное детство а ты суп из крапивы кушала тоже неплохо да есть вот а теперь можешь мне нужно просто с тем же светом снять твою голову да тебе придется наверно как-нибудь вот так наклониться вот и посмотреть на меня когда ее импровизация лучше чем твои идеи самые чувства дай посмотри сюда позже позлее повыше голову не просто переодевается он переоделся вот нам вот так отлично еще столько хотел практически то же самое снять так что я отхожу меня 28 так что тут мы с тобой не пересекаемся повернись ко мне пожалуйста и но здесь горизонталка я хотел просто что ты не ногу надеваешь вопрос стоишь ним вот вот так вот да 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 поближе к себе его аккуратно тебя сзади человека я понял тарас ты отснял свою часть расскажи что тебе как ты считаешь удалось что не удалось как тебе вообще съемка расскажи в буквально нескольких приложениях ну во первых как бы я никогда не хожу на съемку безоружным так сказать без каких-то заготовленных идей вот у меня есть какие-то наброски в голове да и тогда я даже рисую их на бумаге вот какие-то парочку идея нарисовал даже вот перед этим на их уже конечно забыл вот но суть в том что я как бы это такая знаешь это придает особой уверенности да когда у тебя есть уже какие-то референсы в голове вот ты понимаешь что в любом случае ты что-то снимешь вот даже если модель там не очень вот локация не очень погода не повезло вот и так далее он все равно у тебя будут какие-то прикольные идеи вот но в данный момент оказалось так что модель очень крутая с погоды нам сегодня очень повезло и поэтому мне очень сильно понравилось даже больше чем реализовывать какие-то свои задумки это именно импровизировать солей она прям вообще топчик модель вот прям ты просто должен себя постоянно приходилось бить по рукам вот потому что ну чтобы ее не снимать потому что ты ты такой идешь идешь посмотри у нее были на офигенный кадр и ты начинающий снимать и просто не замечаешь как время летит вот поэтому я получил огромное удовольствие вот и на самом деле ну согласись или я круто что я вас вытянул именно на природу потому что абсолютно согласен вот в городе это снять можешь условно везде там в городе а тут как как бы такой можно сказать золотой сезон вот для этой местности потому что самая трава самые деревья такая уже нет такой супер насыщенной кислотной зелени хотя я снимаю в чб но он неважно вот в общем здесь и воду еще можно найти вот зайти вот чтобы было классно вот и мне очень сильно будет интересно посмотреть как снимет алина прям очень классно все согласен тогда переходим к алине когда перископная тема ну глянь это тот-то территория лето а может там красиво из-за этого а это он или не он нету даже ничего не стояла там даже остатка фундамента нет там ровная земля и ничего даже не выкопано это называется знаешь как этот концепция изменяется я обосрался итак мы вернулись не той же самой дорогой которые шли туда мы вернемся обратно мы думали что есть разрушенное здание которое хотела бы пробраться алина к сожалению его там уже нет поэтому мы сейчас вернулись к тарасу и будем что-нибудь делать интересное я вас как только увидел где-то раз живет у меня сразу возникло ощущение что весь фото батл нужно снять у тараса и в принципе наверное это так и отчасти наверное алина так и будет делать ну пойдемте посмотрим алина скажи пожалуйста вот ты рассказывала про референсы вот как ты снимаешь вот расскажи подробнее ну референсов у меня нет никогда именно вот как каких-то визуальных картинок и еще чего-то потому что я снимаю в основном не картинку я стараюсь передать какое-то ощущение вкус такой знаешь сок чтобы был вот поэтому у меня эта музыка я под съемку если есть какая-то своя идея я вижу в голове но я ее передаю музыкой то есть если мне модель спрашивает чем будем снимать я скидываю какие-то треки и грубим снимать вот это и то же самое если ко мне люди приходят на съемки там даже на коммерческие на индивидуальные я всегда прошу плейлист то есть я не спрашиваю чего там как вы это видите как вы это хотите просто прошу чтобы прислали музыку как они это чувствуют и я сразу понимаю что у них где болит и как и вот с этим а люди как бы не удивляются что их просит прислать музыку или они наоборот вау клево никогда нас так не просили ну вопросов никогда не возникало ни у кого вообще то есть просто такие ну хорошо давай там через полчасика скину и скидывают такие вот листы хорошо а если там будет ну не знаю какая-то такая группа на которых внутри прямо очень не нравится то что скажете по окей если до коммерции я послушаю подумаю о чем это где-то иногда читаю тексты ну чтобы понимать что именно вот цепляет погружаюсь и вот из этого но я работаю с тем что дают иногда заменяют то есть я могу сказать что а вот если мы вот так вот сделаем кидаю другую то есть это но интересно получается то есть это как обычно люди с картинками поступают я тоже самое делаю с треками именно по ощущениям то есть здесь важно просто вайпу ловить человека и уже по вайбу дальше идти интересно ну что ж посмотрим что снимет алина согласитесь достаточно необычный подход музыку достаточно часто используют но как дополнительный фон как что-то дополнительное а вот именно как основное такой основной референс это музыка лично я слышу впервые да и вообще подход алины и подход тараса они очень разные вы сейчас увидите как все будет происходить и все начинается даже не с того как вы берете фотоаппарат а как вы готовите модели да сама себе не шибанешь никто тебе не шибанет лёш корзов говорит надо делать комплименты ты прекрасно запишу спасибо 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 а ты можешь делать еще такой сарасик да сущность по размеру теперь все чин чина рём теперь ты ешь и я тебя крашу привет мы видим с вами как ольга преобразилась для своего нового образа ольга расскажи как тебе перевоплощаться это самое наверное лучшее что вообще может быть потому что когда я люблю очень сильно разные образы потому что я везде себя чувствую по-разному во все вживаюсь это каждая у каждого своей истории это замечательно то есть ты реально чувствуешь себя по-другому между тем образом в общем сейчас с ольгой будут происходить различные мероприятия и я думаю тут вы уже сразу можете понять даже по образу что они будут существенно отличаться и это очень интересно потому что разные подходы это всегда очень хорошо спасибо алина вот мы пришли какому-то сараевой клопате что мы здесь делаем мы здесь будем импровизировать импровизировать сейчас такое уже закатное солнышко в принципе главное успеть главное успеть все понятно не буду отвлекать мы будем просто наблюдать и спрашивать у тебя самый главный вопрос на какую камеру ты снимаешь 5d mark 2 на какие объективы ты снимаешь 85 28 1818 canon зеркальный который может позволить себе абсолютно все а снимать как алина могут не все смотрим как это делает алина и полины назвал так как бы сделать так чтобы она на тебя прям хорошо держалась она держится пока ты не трогаешь так мне нужно волосы здесь убрать держишь накручиваю убираешь глаза за чтобы без отлично такая безрукавщина получает приготовление закончены можно снимать напоминаю что алина снимает всего лишь на одной локации буквально в одном дворе это значит что не надо ехать на какую-то вообще непонятную местность можно все снять действительно в одном месте главное чтобы место было интересным сразу тоже снимаешь урав или в джипе в раз все наш человек хотя выдерживает стульчик нормально там сзади волосы выпали замереть алина если надо поправить платье ты говори там 28 посмотри еще раз на меня также 28 любимая фокусные 24 не буду выдавить вот как ты на меня смотрела первый раз ручки да вот я там слишком много теней получилось есть есть какой у тебя командный тон когда ты знаешь такое ощущение вот как разговаривают с или дрессируют животных и просто посмотри пожалуйста меня на меня потому что это вызывает определенную реакцию сразу человек по-другому смотрит когда ты посмотри пожалуйста ко мне это знаешь такое типа а когда на меня то есть надо применять в практике хорошо сейчас попробую тарас на меня бедный тарас да завались туда голову при вот отлично дальнюю руку до ломайся отлично ломаешься вот да да нет нет дальнюю ногу дальше ага переднюю на меня вот есть пока нет глазки на ага подбородок повыше а носик вправо право ага на счет 3 закатыш ладно сейчас сейчас еще а и руки вот так вот до пальцы напряженная и на счет 3 закатываешь ладно раз два три есть алина вопрос вот ты снимаешь на ширик так близко тебя не пугают перспективные искажения я их обожаю в этом и ручку мне дай одну ручку на счет 3 закатываешь раз два три есть а можно я тоже так сниму сможешь командовать просто вот этот насчет три скажи как будешь готов ты готов я готов значит три закатываешь раз два три все отлично прямо заработает смотрите сша ты вот потом часть там же не весь глаз ты подкрашиваешь часть белка я удаляю там остается там элементом немножко да да но тем не менее детка стоп нет другой там не съезжает там просто это она вряд ли оторвалась скоро мы от нее вообще отделаемся и знаешь как еще надо что вторую руку тоже было видно да подбородочек повыше ты не на меня смотришь ты как будто бы вперед смотришь а теперь ты рукой как будто бы вот ко мне тянешься хватай стоп секунду пожалуйста вот так вот да есть да иди сюда нет мы идем к рябинке одна сюда нога вот так вот чтобы поломанная было ее можно достать вот здесь вот немножко что было видно вторую вот сюда здесь учет как раз удобно и сюда вот и потом его с этим мы тоже сделаем так просто ты показываешь модели прям сама забираешься и показываешь чтобы просто модели было понятно и чтобы она еще чувствовал себя в безопасности какой-то определенный ну во первых так понятнее она сразу примерно понимает как это будет выглядеть соответственно сможет если что под себя изменить чтобы сохранить картинку сначала вот эту ногу выставить сюда чтобы опора была а во-вторых я просто понимаю насколько это физически возможность сделать кривая поза максимально ломаная вся просто ты если здесь прижимаешь то я вижу как у тебя вот здесь все напряжено алина еще вопрос а ты работаешь с ассистентом или 1 с к сожалению я очень хочу ассистента пока так потом ножку сюда просто мне просто хочется вот это вот сделать ладно чтобы ты потом вот так вот по диагонали пошла часто треугольники стоишь голову алина глупый вопрос зачем лопата я ее увидела в кадре она мне понравилась она сначала была там случайно и смотрелось как мусор когда-то поставила осмысленно она перестала быть мусором она смысла не проявила просто я очень хочу этот кадр себе ну каждый из нас конечно мечтает о лопате конечно конечно а такой тяжелый большой понимаешь сразу так все послушные сейчас помнишь как мы с тобой делали у сирени вот эти вот всякие штуки ага я мы но она спадает ты поправляя но все равно все в растрепанном состоянии проблемы роста метр сорок восемь на счет 3 закатишь раз два три есть приоткрываем рот вот это потом будет ладно вот не успела сделай еще раз плечи 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 ломает рот давай как я люблю отлично ты можешь ты можешь его прям держать я намеренно не вырезаю большое количество видео из сета алины потому что сет алина весь проходил в одной локации то есть мы не тратили время на переходы вообще очень интересно посмотреть как алина работает и многие фотографии которые сделала алина вы не увидите здесь в на этом фото баттле ну потому что у нас хронометраж и так фотографию уже достаточно много но все фотографии вы можете посмотреть на сайте алины рекомендую вам это сделать ссылка конечно же будет в описании но и сейчас обратите особое внимание на то как алина работает с моделью что-то подобное я видел разве что только у дмитрия пряхина но и вот доверие моделей и вот это вот нахождение какого-то общего совместному языка алина с моделью настолько поражает что можно только отдельный фильм наверное снять про то как происходит эта фотосъемка на меня ручим еще подбородок наверх закатанные глаза 3 до молодец отлично помнишь как мы наслаждались сначала наслаждаемся вот да давай сделаем как а потом да сейчас подожди парочку кадров сделаю я даже знаю какой образ да но ты поняла да что мы сейчас это это аллюзия вот идет на эту тему а если ты сейчас подсвечивать не будешь я просто хочу посмотреть будет ли разница вообще смотри ребенок только а можешь и волосы убрать с этой стороны лица нет ухо не надо надо просто чтобы они да вот так вот не загораживали в растрепанности не загораживали бесполезно не не нет ты не на нее смотришь это ребенок да и ты смотришь поняла вот сюда да только ты мне покажи я видеть должна потому что ее судьба уже предрешено подожди насчет три ладно раз два глаза ладно раз два три есть боже как ты прекрасно единственное что лапку сейчас не поджимай близко к себе чтобы воздух был больше воздуха рука пропадает руку вот нет вот так вот вот туда другой стороной ага отлично локоток чуть-чуть от себя вот насчет 3 да сейчас пока просто закрой и рот приоткрой ага а теперь насчет 3 как раз закатанные глаза окей раз два три есть нужно носиком быть примерно вот в эту сторону потому что да то есть ты можешь выйти развернуть ветку к себе тихо тихо ты живая у тебя старая вот умничка сейчас секундочку я тебя найду а то я тут слепую считай снимаю сейчас секунду проверю фокус а то он у меня правда мало слетает мало чего ну извините чуть-чуть еще больше носиком сюда вова вот так вот вообще прям отлично прям прекрасно собственно говоря можно начинать отлично стоп-стоп-стоп-стоп горько на счет 3 закатываем раз-два-три есть а теперь это можно растянуть вот это вот все сейчас стоп прям две секунды я тебя найду запихни обратно так все поехали в чтобы ягоды было видно их не видно сейчас пусть 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 логично и поэтому ты решила сделать так можно сейчас подожди секунду мне очень нужен ассистент какого вывода прихожу практически не кажется тебе будет несложно это сделать ну да если будут желающие надо еще и умеющие ну умеющие сразу не получится их надо воспитывать потом они посмотрят что ты делаешь уйду ногу да сами ее чуть-чуть нет нет не сюда наоборот ко мне вот сюда да на носочек ты знаешь как-то или наступай ты как будто бы делаешь вот этого движения и ты идешь от таза нет головы идешь то есть это да вот так вот ты идешь и смотри у тебя вот этот то есть а таз 1 выходит потом грудь и только потом голова да и ты должна потом в итоге головой такая забыл как в японском называется я готова чихай я знаю иди на меня ага вот сейчас да вот так вот и вот сюда вот пошла да вот вот сделай только не так плавно а прям углами да вот отлично сейчас подбородок на меня ты из меня сердце сейчас вырвать вы стоп иди сюда меня схватило рот открой и прям а тихо еще раз не успела сфокусироваться есть просто пусть она лежит не расправляй шаг вперед чтобы тебе там доски не мешали а стоп вообще с ними его вот так вот возьми нет ни на согнутых руках спокойно да ты самая главная ворона сейчас подожди секунду да вот такого вот сделаешь мне сейчас еще раз да да вот это вот ты поняла меня правильно раз два красивые мне кажется я устрbruялся есть прям прям да я хочу жрать давай ещё пара дублей и пойдём есть нет нет это я breast нет нет-нет это я breast это у нас да у нас сейчас голод идёт веночек вот так вот возьми да и ты как будто бы мне его сейчас будешь придавать поняла и ты как будто бы меня им сейчас награждаешь подбородчик повыше он подыгрывает интерес вот так вот да он очень клёвый он не слушался тарас вообще идеально вот здесь вот чтобы не нарваться на крышу ты вот здесь вот стоишь вот эту да нет а знаешь как можем сделать смотри вот голод от живота пойдем до от живота скрючиваешься да и наверх через живот уходишь спиной и вот это вот начинается да да только нужно смотри на когда ты так просто делаешь у тебя вот здесь провисает нам бы это как-то с тобой если а если ты второй рукой себя вот здесь вот обхватишь вот нет нет вот этой рукой да вот да сейчас подожди не начинай то есть нет сейчас двумя руками как ты делала в начале но когда пойдешь загибаться назад руку вот так вот ее прям можешь знаешь как сделать вот так вот прям до когти чтобы но все тебя скрючивала да давай раз два три кручим ага руку убери руку ближние убирай мне нужна вторая рука просто назад и вот сюда ломаную да 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 есть посмотрел тебя стиль съемки немножко например как раз дима прехина а я не знаю кто это на тебе в одном скину он просто он берет аккуратно он берет много людей и стоит их бегать орать какие-то безумства делать но у тебя правда это более концептуально у него просто безумие рать безумия у тебя все-таки это безумие в контексте каком-то не просто так а это ребята так сейчас возьми вот эту грузочку наверное сейчас я посмотрю надо будет выходить ткани сюда мне очень сложно будет иметь ассистента потому что я первый раз так иди станешь нет и диска не сюда я сейчас научу давай набери ткань которая ближе к ней сворачивая скрунув смысле жмякой все вместе собирай да да теперь видишь беленькая штучка на траве да туда делай бжум просто по из руки и вы вываливай туда да там где твоя нога вываливай ближе нога твоя не там было да это дальше за ней да а теперь просто распрями красивенько и все чтобы она чуть-чуть воздуха было а конец уводи вон к ноги нет наоборот дальше в угол в диагональ уже с кровью пока нет сейчас будем с кровью до на бутылку нет а я просто не все делала я не выпил кровь свет изменился не нравится теперь можно сделать конечно с контравы и темно и не очень темно я в этих вещах не сильно чтобы я поймала тебя да отлично подбородчик повыше у нас как сейчас по свету очень похоже как когда мы тогда снимали с солнцем прям залезь физически в объектив глазом ближе ко мне просто именно вот головой своей да стоп он отказывается вручную буду капельку сейчас подальше еще может не опираться сложно сделать да тогда вот здесь вот возьмись да чтобы у нас не было рук палок и вторую руку сзади вот да и чуть-чуть выведи в сторону еще выводи не надо подсвечивать я только настроилась на этот цвет пониже чуть-чуть вот так и ведь крути во из рябину кровь стекала ей на руки и она ее пила я поливаю кровь на час она должна быть готова сначала сразу поставь ладоньки немножечко прям полей рябинку все это сильнее слабее вот так вот еще можно еще 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 и все и отходи пусть капает вот этот кадр и прям ну да вот подожди секунду разверни руку ко мне а то я не вижу ничего да стоп к никто не увидит ребята это не бойтесь это не настоящая кровь но по консистенции очень похоже а нет на зеленый это не покупная какая-то кровь на прям хорошая сладенькая поворачивайся спина как видите сессия набирает обороты что же будет дальше значит если бы мы эти штуки приготовили много можно было взять например сесть за стол если бы мы пили эту кровищу все-таки в кровище это было бы вообще про кайф сейчас будет да такая vampire тема не это не специально ушла да так что ты снимаешь сейчас у нас сейчас момент утоления голода уже да уже сейчас на чердак пойдем он нам нам стой 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 я не лью пока еще через чуть-чуть открытый рот не полностью ладно присядь пожалуйста прям вот вот так вот на полу жопицу на бедро до завались я должна ноги видеть так сейчас надо по цеплее сделать так чуть бородок наверх глаза тоже к небу и поехали и осознание вот это вот да стоп ну извини зайчик я на ручном оп сорян слишком сладко блин извини какое мне хорошее видео получилось покажи мне руку я старалась туда побольше лимонки долбануть но сразу сладко вышло сейчас давай тогда это готова да я знаю мерзость вкусная штука мне понравилось просто я знаю я немного выпил кто-то не любит сладко сейчас подожди вот теперь я с автофокусом мне тебя надо поймать да есть стоп ты какая-то радостная очень стоп а наверх смотришь ты кого обвиняешь то вот туда и смотри жильцы со второй опять затопили так и сейчас закатанное надо отлично вообще ты мой космос сейчас еще раз подожди это близко на нет стоп подожди фокус мне нужен сними как она возвращает глаза сверху это сделаю видео вот я и говорю сними сверху видео как она возвращает глаза потому что это прям подожди 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 сейчас подожди мне тоже надо фокус найти давай они так классно возвращаются жива мясо хочу вообще по настоящей крови хоть бы свело притащили ай а а как она сюда у меня ляжет вот пепелище мне короче очень сильно нравится сегодняшний батл тем что мы с Тарасом друг другу помогаем постоянно он очень классно ну видимо чувствует то что я хочу передать и это прям очень приятно почему не надо пальчик выпрями я должна видеть вот да ты чихнула так да они еще слетаются на сладке вальс ты убей нет я не буду их убирать от тебя мучиться сейчас подожди мне нужно кое-что подправить вот так вот обычно у меня все происходит оп подожди секунду атмосфера блаженного страдания нет верни ноги на диагональ ко мне ноги тащи вот сюда сюда нет еще рано нет еще рано чем-нибудь чтобы она была тарас а огонь должен прям догореть до золы а у нас сейчас человек страдал и выпил кровушки умер и и сейчас приходит в другое состояние это не про человека вообще история а вот теперь кстати я думаю что лопушок нужно убрать с этого ракурса он прям все лицо загораживает можно еще вот эту травку тоже я хочу потом просто совместить два кадра спасибо большое сейчас на меня посмотри пожалуйста ага а теперь надень капюшон да прям так бери ничего страшного и тебе сейчас нужно будет присесть прям к зеркалу прям присесть присесть не капюшон то надень блин я тебя так не вижу сбоку сядь с другого потерялась чуть-чуть вот сюда вот сюда вот сюда вот сюда вот сюда все попой надо чтобы ты отравил вот да вот вот так да прикоснись туда прям касайся касайся руку ставь вот ты не пальчиками касайся а руку ставь водичка да готов да есть а теперь развернись вот сюда вот на эту сторону раз-два-три раз-два-три резко должна пойти почти перепрыгивай прям даже максимально близко к зеркалу можно попробовать зеркало перепрыгнуть раз-два-три 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 сейчас посмотрю ложись да мне нужно лечь знаешь это раз тоже такое забавно а пишем такое забавное наблюдение что когда вот есть модели которые говорят что они готовы на все но ты всегда воспринимаешь это ну наверное там неудобно куда-то залезть еще что-то в данном случае готовы на все да да обливай заливай залой лезь куда-нибудь комары кусают подводы нырни ну подводы еще не было но да хотя бы так на что человек готов это же клево не вот так отлично отлично давай заползай под них мы можем на тебя накидать дровишек и поджечь да Тарас тащи бензин на самом деле это очень крутое состояние потому что ты теряешь психологические маски защиты и становишься такой с собой собой лицо очень становится гладким таким без эмоциональным цветной да да скорее всего да тебе очень больно а потом можно просто лечку знаешь в лечке чтобы была вот эта вода на меня голову поверни и просто так вот сверху лить как в фильме Блейд ну это будет больно реально холодно ну приждом есть не хватает немножко руки вот этой в другую сторону с другой стороны ее вытащи да чтобы она живая была рука не ну мы же в данном случае помогаем только ну типа принеси поднеси просто чтобы это не затягивалось ну тут очень сложно составная съемка и сейчас ляжешь в этого в эмбриона ладно приподнимись я волосы раскидаю давай тихо вижу сейчас распущу главное не оторвать алина сразу вопрос а вот у тебя бывают вот такие коммерческие съемки где люди страдают и платят деньги да прекрасно на то мы стоим я два года это продвигаю нет не конкретно вот это а вообще мрачную тематику мрачную эстетику и такую психологию знаешь вопрос даже не столько в мрачной эстетике мрачная эстетика это эстетика почему бы и нет я имею ввиду приходите такой человек он там в целом в жизни такой успешный надевает всякие гучи платья на вечерочек а потом ты говоришь ну а теперь дорогая в кострище камера в кадре ну извините ты смотрел художественный фильм бруно не уверенно если честно мне кажется не там было прекрасное интервью с Харрисоном Фордом ты смотрел фильм бруно? да я вам потом ссылочку кинул делай с глазами отлично есть можно? можно я могу набрать теплой воды в речку и сверху лить на нее зачем? чтобы она помылась? ну типа дождь нет все пойдемте эту ластер сделать да и заканчивать курица в руках курица в руках курица в руках курица в руках да у тебя есть курица она видишь как раз сейчас вся грязная замученная как надо вот идеально вот ты ж моя сладкая боже обожаю причем в прямом смысле сладкая не волосы совсем чистые может залыла нет она сейчас голова закрыта у нее будет кровь берем с тобой да а все это уже финалочка в самом конце я тебя залью и ты пойдешь быстренько прям сладкие волосы? волосы нет лицо да если что я тебя ловлю справа можно взяться за верх если что сейчас подожди я определюсь как я хочу больше нет просто понимаешь градус крутизны повышается от локации к локации вот это хотел сказать Тарас мне кажется нет если ты натянешь оно будет выглядеть жестко а здесь оно воздух должен быть должен быть воздух во всем там у меня там черно у меня там черно да прикольно тряпка на носах не дай вот у тебя сейчас рука прям идеально пожалуйста не шевелись а я не знаю дальняя рука от меня я не знаю какая это рука раз у меня тебе вопрос так подбородок наверх есть сейчас еще секунду чтобы батл был именно состязательным в первую очередь ты бы думал что твои шансы увеличиваются немножечко и уменьшаются вырастай оттуда вырастай 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 не знаю мне кажется тут 50 на 50 поделиться вот это хорошо если так там кстати сверху петух еще подбородочек вниз раз вот так да не сейчас а то это будет длиться вечно Тарас я прям уже я еле себя сдерживаю сейчас курица и все подбородочек наверх шашки уже давай ты там насколько комфортно стоишь ты сможешь отпустить руки вот да двигайся я поймаю там что-нибудь что мне надо очень странный вопрос тебе задам а у тебя несчастные случаи были? нет это хорошо по крайней мере с моделями нет ты сможешь ткань просто опустить ее вот так руны не совсем но близко да 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 просто сейчас я настроюсь можно даже знаешь как типа чуть-чуть сначала приподнять а потом отпустить да чтоб воздух был хорошо а ты просто ровненько сидишь ручки на коленочках и смотришь и смотришь прям на Илью и смотришь прям на Илью сейчас блин чтобы он не с первого раз это был еще сделай собака такая раз два три ага отпускай портфолио портфолио себе просто обновил на все сто лет вперед Тараса поснимал одну девушку поснимал вторую девушку поснимал фиг кто тебя отличит в разных образах подбородочек нет не так высоко ага вот так я сегодня тоже немножко фут фетишист даже как и все мы чего что-то а вот эти ровные смотри не те ровные только чуть-чуть повыше подбородочек рот можно чуть приоткрыть и прям локтями на колени попробуй опуститься да и еще вот смотри вот это вот вот это вот вот это вот тема когда ты ёб твою мать красотища какая да подбородчик повыше ладно лапками вот так вот она твоя она не моя но это моя фишечка давай давай раз и теперь ручку ну ручку так я уже нет все давай нет не так к сердцу вот так да да альбом дэми год напомнила именно что-нибудь такое да то что она знаешь как ну я не знаю как у других фотографов это происходит у меня например такая тема да давай руки подсветим то что поначалу ты привыкаешь и человек открывается особенно вот если это какие-то такие грязные съемки чем грязнее чем тем больше задействуются внутренних переживания человека и они открываются и уже когда типа время поджимает последние там двадцать минут там как раз вот происходит этот катарсис нормально отмывается ну так ну так садись о привет курочка а можно я рядом с ней встану на меня не клюнет курочки сейчас как раз посмотришь как ты выглядишь у нас один из самых таких интересных символов еще можно давать чего главное да нагадит и нагадит господи в смысле курицы на уровне говорили можешь ее как-то к ней повыше да вот сейчас я на курочке сфокусируюсь а ты подбородчик повыше не так высоко вот и чуть-чуть туда голову а теперь с курицей как сиренью только ну не надо ее по-настоящему пожалуйста она у меня я ей кили переломала мне кажется нет вот кстати смотри как тарас ее держит вот так типа такого да я просто она у тебя очень низко хочется чтобы она была повыше к тебе поближе надо убрать а как курица пахнут дай понюхаю курицу ой как классно курица пахнет офигеть вон на крылья прижимаешь к телу и ничего не вот пониже капельку вот вот так вот раз-два-три еще разочек раз давай потрясешь еще головой вот так вот сделай не суровая ты не суровая все никого нет а еще раз на меня наглянь не 3 так смотрела по-другому я упустила момент ладно его не повторить алина отсняла свою часть алина расскажи пожалуйста все люди получилось то что ты хотела опиши как все прошло прошло все великолепно я ничего не хотела поэтому у меня все получилось это очень логично я специально не думала заранее не про образ не про какую-то идею потому что я хотел сначала приехать посмотреть увидеть и уже на основании этого потому что ну олю я знаю и на основании увиденного уже что-то вот придумать такое вот так что в принципе получилось все что в итоге было задумано в общем у тараса все получилось оле все получилось давай сейчас вперед веду ребята у всех все получилось это по моему мнению по крайней мере пока я не видел дела результатов но пока этот battle претендует на самый творческий battle были самые разные образы множество снимков и мы снимали гораздо больше чем обычно это происходит и наверное снимали бы еще дольше если бы время нас не ограничивало поэтому ребята пишите комментарии сейчас будет еще перебивочка со мной ну что же съемка закончена и осталось самое интересное а это конечно же фотографии фотографии я публикую ровно так хотят авторы именно в той самой последовательности напоминаю в ролике они были не в той последовательности в которой в итоге появится я прошу вас обратить внимание на следующий нюанс попробуйте при просмотре фотографий вспомнить как вы относились к фотографиям в момент когда вы видели как они создаются и вот в тот самый момент когда вы их увидели меняется ли у вас какое-то восприятие мне кажется это достаточно важный и интересный момент с этим мы поэкспериментируем наверное в следующих фото батлах но сейчас я приглашаю вас посмотреть на те фотографии которые были сделаны сначала будут фотографии тараса затем будут фотографии алины фотографии примерно по 20 с небольшим так что приятного вам просмотра и наслаждайтесь так что я также хочу показать вам нам в 3 в 3 в 1 в 3 в 3 в 3 в 2 в 3 в 3 в 3 в 4 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Не знаю как вам, а лично мне понравились фотографии. На мой взгляд, это был самый творческий фотобаттл пока, который выходил на данном канале. Фотографы разные, образы из одного человека сделаны разные и фотографии в итоге получились очень даже разными, поэтому крайне интересно ваше мнение. Напишите пожалуйста в комментариях, кто вам понравился, почему вам понравилось и понравилось ли вам техническое оснащение данного ролика, потому что повторюсь, мы сильно заморочились. И если вы уже досмотрели до данного момента, то как минимум лайк поставить, мне кажется, не то что можно, а даже нужно. На этом сегодня все, все необходимые ссылки в описании, если вы хотите помочь каналу, ссылка в описании, если вы хотите принять участие в фотобаттле или знаете того, кто хочет, также пишите. Вместе мы сделаем интересное творческое комьюнити, которое будет нацелено именно на творчество. С вами был Илья, Алина, Тарас, Денис. Всем спасибо за просмотр, пока-пока.